Сейчас о дипломатическом скандале между Турцией и Швецией из-за изнасилований. Анкара нанесла ответный удар. Вот он. Теперь в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Отлетающих в Скандинавию оповещают, что Швеция занимает первое в мире место по количеству изнасилований. А ниже строки размещена цитата из турецкой газеты. Швеция – страна насилия. Начался скандал и вовсе в Австрии. В аэропорту Вены появилась бегущая строка «Турция разрешает половые связи с детьми младше 15 лет». После вмешательства турецкого МИДа надпись удалили. Ведомство вызвало австрийского поверенного в делах в Анкаре в связи с инцидентом. Представитель аэропорта Вены заявил, что воздушная гавань не отвечает за бегущую строку. А вся вина лежит на крупнейшей австрийской газете, которая и разместила эту информацию. В общем, австрийцы извинили, строчку убрали, турки их простили. Но внезапно к скандалу подключились шведы. Министр иностранных дел Швеции ранее, занимавшая пост постпреда ООН по борьбе с сексуальным насилием в конфликтах, в своем микроблоге заявила, что решение Турции разрешить секс с детьми младше 15 лет должно быть отменено. В ответ на это вице-премьер Турции Мехмед Шемшек заявил, что это глупость. И призвал коллегу факты проверять. На самом деле, Турецкий Верховный суд ранее принял решение, согласно которому каждый случай насилия должен рассматриваться индивидуально. При этом степень наказания будет зависеть от возраста ребенка. Так, за сексуальное надругательство над детьми в возрасте до 12 лет будут судить строже. При этом в июле Турецкий Конституционный суд проголосовал за снятие положения Уголовного кодекса, характеризующего половой акт с детьми младше 15 лет, как сексуальное насилие. То есть, по сути, дети с 12 до 15 все-таки остаются в зоне риска. Но в Швеции, в отличие от Австрии, пока никто не извинился. Потому бегущая строка теперь активно пугает отлетающих в Стокгольм. Кстати, Швеция действительно занимает место в рейтинге из пяти стран по количеству насилия. Однако эксперты и российские мигранты, которые там живут, отмечают, что высокий уровень изнасилования там вовсе не из-за того, что маньяки на каждом углу стоят. Просто даже за малейшее поползновение к чужому телу мужчину, женщину могут приговорить к серьезному штрафу и тюремному заключению.